МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество почек минимальное. То есть и количество ягод тоже. Вот куст вроде бы формированный, но что здесь не так? Здесь крыса все время подрывает корни. Может быть, это имеет значение, а может быть, не вовремя сделанная обрезка, на что я тоже всегда грешу. Смотрите, что я буду делать. Значит, мне надо убрать все, что не соответствует вообще даже названию смородины. Я все это зло просто вырежу, даже без сожаления. Вот эта ветка. Но на что она похожа? Какой там урожай от нее можно ждать? Никакого. Все это на выброс. Вот эта ветка. Вот видите, да? Вот она старая, коричневая. Как будто бы ее специально кто-то состарил. Все это убираем. Тем более, что она находится внутри куста. Ну, это не так просто, но возможно так. Вот посмотрите, вот эти ветки просто шикарные. Это молодые, но основание-то уже старое. Уже здесь ягод не будет. Понимаете, вот это уже не ягодные почки. Это уже просто фигня какая-то. Поэтому все это вырезаем. Из этого можно нарезать черенков. Большое количество. Здесь очень хорошие сорта смородины. Ядреное, сокровище, зеленая дымка. Ну, прям, знаете, жалко. Честно сказать, жалко. Но я не понимаю такой смородины. Вот эти кусты. Вот это что за ветка такая? Ну, инвалид просто. Ну, вот, ну, посмотрите. Она родит вот здесь, вот родит листочек и две ягодки. Я такую смородину мне даром не надо. Смотрите, что я оставила. Только молодой прирост. И я буду формировать куст. И как это сделать правильно? Значит, надо бы подождать немножко. Но подождать можно. Но сейчас нужно сделать обрезку, чтобы смородина не заболела мучнистой росой. Да, это июнь месяц. Это вода. С неба всегда очень много. И холод. Поэтому, если у вас макушки вот так чуть загнутые, значит, вы осенью прищипку не делали. Сейчас ваша задача взять секатор и вот таким вот образом, ну, сформируйте красивый кустик на одном уровне, сделайте обрезку. Ничего плохого в этом нету абсолютно. Так, вот это все может быть черенками. Значит, посмотрите. Когда придет теплый период, вы еще раз возьмете секатор, когда листья полностью распустятся. Еще раз возьмете секатор. И желательно бы вот из этих оставленного, молодого прироста этих веток, формировать ветки с боковыми ветками. А не вот в одну палку до неба. Основное урожай смородины и крыжовника, черные смородины, находятся на боковых побегах, на ветках. Вот это первого порядка ветка. Вот это второго порядка. То есть вот, да, из почки выросшая. Третьего, четвертого и далее порядков. Вот там основное урожай смородины. Пока я на этом закончу. Ваша задача была подкормить все растения, вышедшие из зимы, мочевины. Из расчета одна столовая ложка на один квадратный метр земли вокруг. То есть, да, вот по кругу, так, где вообще корни находятся растения, туда и надо было сыпать. По корочке льда. Что такое корочка льда, я вам объясняла. Это когда влаги очень в почве много. Утром замерзла корочка льда. Вы приехали, мочевинку раскидали. Корочка льда растаяла к обеду. И с собой мочевину всю унесла к корневой системе. Вот когда нужно раскидывать мочевину. А по сугробам и по снегам вот так не надо. Бессмысленно. Трата денег просто на ветер. На этом закончу. Всего доброго. До свидания. К смородине еще вернемся.